This conference will now be recorded. И почему именно я сегодня веду этот день открытых интерий? Чем же я вам могу быть интересна, полезна? И тут должна рассказать о двух своих сторонах, касающихся непотрясной профессии. Во-первых, у меня достаточно богатый опыт работы в HR, Human Resources, человеческие ресурсы, в управлении персоналом, и я прошла весь путь, начиная от рекрутера и до директора по персоналу. Начинала я свою деятельность в преподавании, преподавала в высшем учебном заведении, и потом, через 10 лет, преподавание на кафедре, общение с студентами, я почувствовала некую неудовлетворенность в том, что называют кризисом жанра. То есть я поняла, что мне хочется дальше развиваться, но, к сожалению, там я не видела для себя пути развития, которые бы меня заинтересовали, и я решила уйти в HR. Понимая, что просто так прийти в любую профессию невозможно, я окончила курсы, годичные курсы при МГУ имени Ломоносова, и вышла на рынок искать работу. А просто так, если вот кто-то занимался поиском работы, то просто так, без опыта работы, работодатели не очень с большим удовольствием берут людей, у которых нет опыта работы. Поэтому у меня тоже произошла такая проблема, когда я ища работу, получала постоянный отказ. Мне говорили, послушай, ну у вас же нет опыта работы, вы же HR никогда не работали, я говорила, да, я не работала, поэтому, значит, мы вас не возьмем. И вот у меня образовался такой самокнутый круг, когда я была уже, можно сказать, в отчаянии, я не знала, что делать, с одной стороны, хочется уже применить те знания, которые я получила, я была уверена, что я справлюсь с этим, а с другой стороны, меня не берут на работу, потому что у меня нет этого опыта. Вот такой замкнутый круг. Что мне в этом помогло? С одной стороны, помогла мотивация, потому что я очень хотела работать в этом направлении, и пришел, ну просто в этом направлении, а я понимала, что я хочу быть на стратегическом уровне, на уровне директора по персоналу, ну и также понимала, что надо начинать с низов. И с другой стороны, что мне помогло, это, конечно же, диплом на профессиональной переподготовке. То есть, если нет опыта работы, то, по крайней мере, у меня были знания и некие навыки, которые я получила вот на тех курсах, которые я оканчивала. И дальше, когда все-таки нашелся мой работодатель, я работала в кадровом агентстве, и в кадровом агентстве была рекрутером, то есть занималась отбором персонала разных уровней, начиная с самых низших, это массовый отбор, и заканчивая топ-менеджерами. Так вот, там я приобрела достаточно много знаний, и дальше моя, такой трек, да, карьерный, он очень быстро развивался в этом направлении. И наступил момент, когда я стала директором персонала. Кстати, в качестве директора по персоналу я пришла сюда, в Центр обучения специалист, и до сих пор здесь работаю, но уже делюсь своими знаниями с нашими слушателями. Поэтому я думаю, что вам интересно будет узнать некие фишки, некие нюансы, касающиеся именно нашей работы. А с другой стороны, я профессиональный преподаватель, коуч, консультант, у меня более 10 тысяч выпускников, я уже даже не знаю, сколько точно, потому что очень много, и всех я, конечно же, люблю, уважаю, потому что все это коллеги. И многие состоялись в профессии, тоже стали директорами по персоналу. Поэтому с точки зрения преподавания у меня тоже есть и образование, педагогический вуз я окончила, и есть опыт достаточно большой. Мои контакты я также здесь оставлю. Если кому-то интересно узнать обо мне подробнее, вы можете зайти по этим ссылкам и прочитать обо мне. Например, на нашем сайте специалист.ру у каждого преподавателя есть свои страницы, вот у меня тоже есть, пожалуйста, приходите. Либо в социальных сетях, ну а в QR-коде, если вы его скопируете, и пройдете по QR-коду, там будут все мои номера, так что можете их тоже получить. Эту презентацию я оставлю в личном кабинете, поэтому вся информация у вас будет в личном кабинете. Итак, что же мы с вами обсудим сегодня на нашей встрече? Во-первых, HRD – это сокращенно Human Resources Direct, то есть директор по персоналу. Вот откуда они берутся? Если человеку захочется стать директором по персоналу, что нужно сделать для того, чтобы этого достичь? Свой путь я рассказала, но не все идут по моему пути, все по-разному приходят. Далее мы с вами посмотрим, насколько востребована эта профессия на рынке труда, статистика, функционал и так далее. Потом я вам приведу 9 фактов, почему выгодно учиться по дипломной программе, который, собственно, и посвящен наш сегодняшний день. В самом конце будет подарок. Мы садим секретный промо-код. Коллеги, у кого-то включен микрофон, большая просьба, выключите, пожалуйста, иначе идет эхо. Секретный промо-код, который будет нашим подарком тем, кто сегодня подключился к нам. Ну и в самом конце, как я говорила, вопросы-ответы. Чтобы не забыть ваши вопросы, вы, пожалуйста, их пишите в чате. Мы, если сможем, сразу же будем отвечать. Либо будем в конце уже я вам отвечу на все вопросы. И еще один нюанс, о котором я хотела бы рассказать. Откуда берутся HR-директора, как приходят и так далее. Как правило, в топ-менеджеры, а директор и персоналу это все-таки топ-менеджер, то есть руководитель высшего длина на стратегическом уровне. Так вот, туда, на вершину этой пирамиды, попадают люди разными путями. Чаще всего это бывает, это два пути. Первый путь – из кадровиков, когда кадровый работник, специалист по кадрам, становится сначала начальником отдела кадров, ну и затем уже вырастает до директора персонала. А с другой стороны, приходят из управленческой части. То есть, ну, допустим, как я, сначала я была рекрутером, это, собственно говоря, управленческая часть, и затем постепенно выросла, пройдя разные направления, и обучение персоналу, и развитие персонала, и адаптацию, и корпоративную культуру, оценку, мотивацию и так далее. Пройдя вот все это, я уже заняла должность директора персонала. То есть вот до двух сторон. На самом деле, на мой взгляд, это две стороны одной медали. Но у меня был забавный случай, который я периодически рассказываю, делюсь с нашими слушателями. Это когда я пришла в одну из организаций директора персонала, и начальник отдела кадров, которая должна была быть в мое уточнение, значит, обращаясь ко мне, спрашивает, Ольга Ермановна, скажите мне, пожалуйста, «А кто? Кадровик или HR?» И вот тут я вспомнила старый анекдот, когда одних попросили красивых пойти налево, а умных направо. Ну и, значит, я такая стою и говорю, «А мне что, разорваться?» Вот у меня была примерно такая же ситуация, потому что я была уверена, что разделить кадровую работу и HR, то есть управленческую часть, менеджерство, невозможно. Следовательно, я, естественно, растерялась и сказала, что, собственно говоря, я рекомендую другое, и когда я обучалась на курсах, нам, собственно, так и говорили, что директор персонала должен очень хорошо знать и кадровое дело производства, ну и подбор персонала и так далее. Лучше, если он пройдет все эти пути, значит, все ступеньки для того, чтобы быть хорошим чак-директором. Ну, а если мы говорим уже непосредственно о профессии директора по персоналу, то здесь я, как отчасти юрист, я кандидат в юридических наук, я не могу обойти стороной законодательства. И у нас в России есть профессиональный стандарт, который называется специалист по управлению персоналом. Этот профстандарт охватывает все направления HR-деятельности. Это и документационное обеспечение работы с персоналом, это как раз наши уважаемые кадровики, это и управленческие функции, начиная от подбора, заканчивая социальной и корпоративной культурой, и еще два уровня, это начальник, руководитель структурного подразделения и стратегический уровень, который, как правильно называется, директорка персонала. Обратите, пожалуйста, внимание, кто заинтересуется этим документом, что профессиональный стандарт, наш вот этот специалист по управлению персоналом, был утвержден в 2015 году, но в 2022 году в него внесли изменения. Поэтому, если будете пользоваться, пожалуйста, обратите внимание на дату утверждения, да, дату утверждения вот этого. И, как я уже говорила, вот в самом низу, здесь я выделила, да, посмотрите, пожалуйста, обобщенная функция 3.8, это как раз и есть стратегическое управление персоналом. Разработка системы стратегического управления персоналом организации, то есть директор по персоналу в целом должен иметь такое широкое видение и понимать, куда двигаться, кого подбирать, кого сокращать, как выстраивать мотивационную систему, HR-аналитикой заниматься, понимать, да, что происходит и, например, рассчитывать текущий персонал для того, чтобы узнав и проведя там какие-то опросы, узнав уровень удовлетворенности, вовлеченности персонала, сделать какие-то предложения и руководки для того, чтобы этот персонал у нас работал эффективно, да, и достигал цели компании. Вот это самое главное. Итак, разработка системы, ее реализации и администрирование процессов стратегического управления. То есть документ-оборот для директора по персоналу это не последнее дело. Директор по персоналу, несмотря на то, что он там где-то вот наверху, он должен разбираться. Может быть, сам он не должен составлять приказы и так далее. Проекты приказов создают специалисты, но директор по персоналу должен в этом хорошо разбираться. И если мы вспомним, что у нас в России есть квалификационные уровни, то есть все профессии у нас разделены по квалификационным уровням. Всего их, кстати, кто знает, сколько у нас в России квалификационных уровней, напишите эту цифру в чате. И я скажу, кто молодец, кто знает, ну или кто ошибся, может быть, на один-два пункта. Если мы смотрим, пока вы пишете, я вам покажу следующий слайд, если мы посмотрим на организационную структуру какой-то организации, то, исходя из нашего профстандарта специалист по управлению персоналом, мы можем выделить вот эти квалификационные уровни. Так, смотрю, что в чате есть ответы, и все молодцы, прям хочу поблагодарить вас. Да, всего в России 9 квалификационных уровней. И посмотрите, как высоко находится директор персоналу. То есть у нас в нашем стандарте фактически два уровня, это шестой и седьмой. Вот директор по персоналу это седьмой уровень. Что означает уровень квалификационный? Это значит, что определяются требования к образованию нового работы. и вот сейчас мы посмотрим с вами опять переноси к профессиональному стандарту. Что же с точки зрения образования требуется от директора по персоналу? Во-первых, это должно быть высшее образование не ниже магистратуры. Кстати, специалитет и магистратура на одном уровне, специалитет тоже сюда подходит. Это если профильное. Если не профильное, то опять же любое высшее образование на уровне магистратуры и плюс дополнительное профессиональное образование программы профессиональной переподготовки в нашей области. И вот наша программа, которая я вам рассказываю, она как раз и закрывает вот эту часть. То есть это и является дополнительным профессиональным образованием. Если у вас нет профильного высшего образования, но есть высшее образование на уровне магистратуры, то вот эта программа профессиональная При подготовке дипломная программа дает вам возможность, уже не оканчивая второе высшее образование, третье высшее образование, заниматься в HR вплоть до стратегического уровня. Что же должен уметь делать директор по персоналу и что он должен знать? Если опять же мы берем профессиональный стандарт, то здесь достаточно много требований. Я сейчас их выведу на экран. Кому интересно, вы потом подробнее гнигните, почитайте. Я кратко об этом расскажу. Итак, нужна стратегия и политика, а также кадровая безопасность, потому что человеческий фактор, к большому сожалению, он оказывает влияние на всю работу организации. Это правда. Далее. Директор по персоналу, как правило, разрабатывает организационную структуру. Вот я вам сейчас показала на предыдущем слайде, орг структуру службы персонала. А директор по персоналу должен участвовать в орг структуре всей организации, то есть по всем отделам он должен это делать. Далее. Он должен уметь формировать команду различными способами, методами, выявлять таланты. Сейчас это очень современное направление, не просто кадровый резерв, а именно таланты. То есть управление талантами. Мы берем тех людей, которые имеют перспективу и развиваем их на этой должности, ну или на каких-то других. И, конечно же, мы должны знать, как директора по персоналу, должны знать, что будут зарены или работники работают. Потому что, если человек мотивирован, он будет лучше работать. Также деньги. Как это ни странно, независимо от того, что у нас есть и финансовая служба, и бухгалтерия, директор по персоналу должен уметь создавать бюджет именно по нашему направлению и контролировать расходы на нашу службу и на наши действия, которые мы делаем. Еще одно очень актуальное направление – это информационная система. Цифровизация рубит везде и у нас тоже в нашем направлении. Поэтому директор по персоналу должен работать в разных программах, в которых работают специалисты этой организации и в тех программах, которые в организации установлены. В последнее время много говорят о персональных данных. А поскольку директор по персоналу тоже работает с персональными данными, то он должен и сам хорошо знать закон 152-й и под законные акты, где федеральные законы, под законные акты. Понимать, что можно делать, чего нельзя делать и в то же время контролировать других людей в выполнении этих функций. Кстати, вот можно я вам задам вопрос, напишите, пожалуйста, в чате. Если мы хотим разместить фотографию нашего работника на нашем сайте и написать, какой он хороший, должен ли работодатель запрашивать отдельное согласие на распространение его персональных данных в неограниченном кругу лица. Итак, мы хотим распространить, вы напишите да или нет, должен ли работодатель запрашивать отдельное, по отдельной форме, такое согласие. Пока вы пишете, я продолжу. Далее, директор по персоналу должен быть отчасти аналитиком. Он должен уметь анализировать деятельность, знать HR-метрики, уметь рассчитывать. Ну, не обязательно он сам будет рассчитывать, но он должен уметь это делать, научить других и проконтролировать, чтобы это было все сделано. И разрабатывать показатели эффективности работы. Ключевые показатели эффективности, то есть всю систему, создает также под руководством HR-директора. Ну, а я возвращаюсь к своему вопросу. Да, пишут наши коллеги, спасибо большое, вы абсолютно правы. Я очень рада, что у нас такая подкованная аудитория. Действительно, работодатель должен запрашивать отдельное от других согласий на обработку персональных данных, если распространяет в неограниченном кругу лица. Это важно. Далее. Анализ бизнес-процессов. То есть, HR-директор должен знать не только хорошо свое направление, управление персоналом, но и знать специфику организации. Если это строительство, это одно, образование другое, медицинское, это третье. Если есть иностранные работники, четвертое. И вот HR-директор должен во всем этом разбираться. Представляете, какой объем знаний должен быть. Ну и, конечно же, должен быть контролировать и свою работу, и работу. То есть, проводить как минимум внутренний аудиторий и кадровых документов, и общий аудит персонала. И тоже делать какие-то, видите, как много всего. Теперь. Очень часто на собеседовании работодатели задают разные вопросы. И когда приходит на собеседование кандидат на должность директора персонала, он не всегда ведет себя как топ-менеджер. Вот давайте мы сейчас с вами разберемся, в чем же разница. То есть работодателю нужен именно стратег, а перед ним находится просто специалист, который говорит, скажите, как делать, и я делаю. Так вот, в чем же разница между обычным специалистом по управлению персоналом, даже очень опытным, и директором по персоналу. Вот смотрите. Когда на собеседовании, или потом уже в работе, человек говорит, а что мне нужно делать, а какие функции я буду выполнять, то в этом случае мы говорим, что перед нами специалист по персоналу, то есть уровень ниже. Человек, находящийся на более высоком уровне, он не говорит о том, какие функции, какие задачи ставят перед организацией, ей, что нужно сделать, и какие есть пути решения, допустим, какой бюджет выделяется и так далее. То есть в данном случае директор по персоналу сам принимает решения, какие задачи ставить, как их распределить и так далее. Он должен только знать миссию, цели компании и дальше понимать, как персонал, который имеется в компании, направить в это русло. Ну а теперь, собственно, о нашей дипломной программе. Я оставлю ссылку вам здесь. Можете по QR-коду пройти, можете по ссылке пройти и посмотреть, какие курсы в нашей программе дипломной. Вот исходя из всего, что я сказала, это и профессиональные стандарты, и цели, которые стоят перед билетом персонала. Мы составили такую дипломную программу, в которую входит абсолютно все. То есть фактически, окончив эту программу, да, спасибо, вот в чате тоже есть ссылка, можете ее сейчас скачать, посмотреть. Так вот, в нашей дипломной программе есть абсолютно все курсы, которые вам помогут начать эту работу. Это менеджер по персоналу уровень агентства, стратегический уровень, где мы говорим о том, как создать HR-службу, как провести диагностику, политика, стратегия, как управлять изменениями. Коллеги, опять, у кого-то микрофон, включу, пожалуйста, выключите микрофон, потому что идет эхо. Спасибо. Вот, значит, что еще? Как я уже говорила, директор по персоналу, конечно, должен хорошо разбираться в трудовой законодательстве, потому что решать сложные, спорные случаи увольнения, различные конфликты с работниками, это тоже обязанность директора по персоналу. Поэтому трудовое право для контроля распространяется и на директора по персоналу. Разные направления, например, охрана труда там у нас есть, или, например, такая тема, как реорганизация, организация, как это нужно делать, увольнение работников, ну, прием, перевод и так далее. Все это есть, все это имеется. У директора по персоналу очень часто есть в подчинении другие люди, следовательно, он должен быть еще и хорошим руководителем. И здесь нам поможет курс руководитель структурного подразделения, как мотивировать работников, как их оценивать, что делать, если какая-то сложная ситуация происходит. Все это здесь. И также нам нужно понимать, что при помощи персонала мы достигаем цели компании. Как это определить? Конечно, должна быть целая система. Не просто задание давать работникам, ты сделай то, а ты это. Нужно разрабатывать целую систему показателей. И у нас отдельный курс есть разработка и внедрение системы показателей, где мы учимся все это делать. Про кадровую безопасность я уже говорила, еще раз повторю, что человеческий фактор всегда очень важен в любом деле. И здесь нужно сделать так, чтобы персонал организации знал, что можно делать, чего нельзя, и, естественно, контролировать это все. Как оценивать наших работников? Отдельный курс менеджер по оценке аттестации персонала. Как рассчитывать бюджет? Как его сборствовать? Как его защищать? Как его контролировать? контролировать, составлять и так далее. Это в отдельном практикуме бюджетирование, расходах на персонал, пошаговые алгоритмы составления. HR-бизнес-партнер. Надо очень хорошо знать бизнес, что это такое, какие бизнес-процессы, как их расстраивать, и это все сюда. Как развивать работников? Сегодня тоже я говорила о том, что управление талантами – это очень важно. И семинар-практикум современные методы работы с каждым резервом и управлением талантами нам здесь тоже поможет. По всем этим курсам есть у нас онлайн-тестирование. И в конце проходит итоговая аттестация. Вот когда я училась и получала диплом профессиональной подготовки, собственно, с чего все училось, мне на курсах все нравилось. Но там были преподаватели вузовские, и они давали в основном теорию. Все это красиво, а вот как применить, мне очень было понятно. Поэтому кто-то из мудрых сказал теория без практики – не лепа, практика без теории – не лепа. И тут, когда мы уже стали наши курсы делать, я старалась, особенно в своих авторских курсах, делать так, чтобы обязательно была практика. Даже если курсы называются теоретически, все равно я старалась, чтобы практика была, потому что, ну как, выйти на рынок, искать работу и не уметь чего-то делать. Поэтому на наших курсах у нас есть и теория, конечно, вы сами можете прочитать книжки, прочитать разные статьи и так далее, но согласитесь, что это займет много времени. мы для вас собрали вот эту всю информацию, которая есть, самую современную, и сделать такую полезную выжимку из нее. И плюс, конечно же, практика. У каждого нашего преподавателя есть уникальный свой опыт. И каждый преподаватель на самом курсе рассказывает о своем опыте. И если вы пойдете, программа у нас, естественно, единая, мы все идем по одной программе, если вы посетите у двух преподавателей один и тот же курс, то получите в два раза больше информации, потому что каждый, исходя из своего опыта, что-то интересное рассказывает, что-то очень полезное. И, как я вам уже обещала, расскажу сейчас, почему выгодно учиться в дипломной программе и приведу 9 фактов. Сначала обзорно посмотрим, что это за факт, потом подробнее каждый из них. Во-первых, это современная профессия, востребованная у нас комфортное расписание. Мы вас будем помогать, поддерживать вас. Вы будете общаться с единомышленниками. В итоге получите документ, диплом в профессиональной подготовке. У вас будет доступ к записям, которые мы будем проводить на занятиях. Мы вам поможем в трудоустройстве. Будет менторская поддержка и скидки. Вот сейчас я об этом немного расскажу. Итак, начинаем с первого. Буквально сегодня я открыла HeadHunter и посмотрела, что творится на рынке. Оказалось, что да, действительно, директор персонала и чар-директор востребованы. Есть вакансии, достаточно много вакансий. Это действительно новая современная профессия. И сейчас очень актуальная. И можно построить вот такую карьеру. Как называются обычно должности? Вот когда будете искать, если кому-то это нужно будет, будете искать на HeadHunter или на других работных сайтах, то должность можно назваться по-разному. Директор по персоналу, директор по управлению персоналом, заместитель директора по управлению персоналом, заместитель генерального директора по управлению персоналом. Но это вот все по профстандарту. Плюс к этому еще прибавляется HR, HR-директор, например, и так далее. Хотя мы сейчас уже уходим от иноземных слов, но как-то это пока прижилось и кратко по-русски наверное заменить можно, наверное, только директор персоналу. Далее, что касается расписания. Расписание вообще красота как натища. Когда я училась, мне приходилось отстраиваться под расписание имеющееся. Я занималась по вечерам и еще в субботу ходила. Это я, как сейчас помню, только очно, никаких записей естественно у нас не было, давно это было. А сейчас просто красотища. Вот посмотрите, если вы зайдете по ссылке, которую мы разместили у вас в чате, у меня презентация будет, то вы увидите, что расписание у нас составлено на год вперед. И вот здесь вы можете посмотреть и выбрать абсолютно любую группу, любой старт, который вам нужен. По-моему, это очень удобно, когда вы сами этим занимаетесь выбором. Кроме того, вы сами выбираете интенсивность обучения. Я знаю, что у нас есть слушатели, которые с чувством, с толком, с расстановкой занимаются длительное время, до года, их это устраивает, потому что они стараются все усвоить. А другие слушатели говорят, нет, вот мне надо срочно, быстро, за месяц. Но за месяц не получится, потому что все-таки объем достаточно большой, информации много, но за 3-4 месяца можно уложиться, если очень интенсивно заниматься. Начинать обучение можно в любое время, у нас уже расписание составлено. Если вдруг что-то случилось, и вы не можете начать вовремя, когда запланировали, вы можете всегда перенести дату старта. Нужно просто сообщить об этом нашим менеджерам, и они подберут для вас, или вы сами подберете ту группу, когда вам комфортно начать. Далее, можно заниматься 5 раз в неделю, каждый день с утра до вечера, от 4 до 8 клинических часов, вот, можно реже, раз в неделю у нас есть и такие возможности. На каждом занятии, на каждом курсе дается домашнее задание, которое проверяется на следующий день, на следующем занятии. То есть сегодня у нас занятие, домашнее задание получили, на следующем занятии мы начинаем с проверки. И, наконец, если вдруг вы не можете посетить очно, если вы записались на очное обучение, не можете посетить, всегда можно предупредить и подключиться удаленно. Вот так же по программе, как у нас называется блок митинг, вы будете также видеть все слайды, вы будете слышать преподавателя, слушателей, и вы полное ощущение, что вы доходитесь в аудитории. Далее. Третий факт, о котором я говорила вам, это помощь, поддержка во время обучения. Каждому слушателю назначается куратор. Я вам тут ссылку оставила, вы можете посмотреть по этой ссылке, пройдя то ваш куратор. Если вы его слушали только голосом или переписывались и захотите посмотреть, вот, пожалуйста, фотографию. Конечно же, не все фотографии я разместила, потому что у нас гораздо больше наших сотрудников, но тем не менее, вот, те сотрудники, которые у нас слева размещены фотографии, это те, которые работают в учебных комплексах и наверняка вы с ними встречались лично. А те, которые справа размещены, они, как правило, работают у нас по телефону, по почте, ну, может быть, даже в слушательских подъемках, пожалуйста, с кем-то тоже виделись. Поэтому, если вы общались только голосом или по переписке захотите посмотреть, как выглядит ваш куратор, вы всегда можете обратиться. Обратите внимание, все достаточно прожелательные, улыбающиеся, и каждый готов оказать вам поддержку. Четвертый факт – это живое общение с единомышленниками. То есть, обучаясь особенно очно, вы будете общаться и со своими коллегами, которые в этой группе, и с преподавателями. Вот две фотографии я разместила на слайде, можете посмотреть, наши выпускники довольно счастливые получили документ, и по ссылке, если пройдете, то увидите больше фотографий, может быть, если вы уже проходили какие-то курсы у нас, может быть, найдете фотографию своей группы, себя, и можете ее, пожалуйста, себе скопировать. Кроме того, у нас есть еще HR-клуб, и там мы тоже общаемся с нашими слушателями, выпускниками, у нас более 1200 слушателей, мы там различные кейсы публикуем, вот совсем недавно был праздник, кстати, кто помнит, когда мы отмечали День Габелька, напишите, пожалуйста, правда, здесь есть подставка, но лучше, если вы напишите. Мы поздравляли наших коллег, и запустили марафон, марафон вредных советов, кстати, он еще не закончился, сегодня мы опубликовали ответы, но вы тоже можете поучаствовать. Кейсы размещаем, как правило, этим занимается наш администратор Светлана, она тоже к вам сегодня подключилась, Светлана, приветствую вас отдельно, также мы опубликуем различные интересные события, которые могут произойти, в частности, наш день открытый и весь тоже есть. Также мы публикуем еще видео, которые проводят наши преподаватели, мастер-классы различные, размещаем статьи, те статьи, которые мы находим интересные, вот, например, одна из статей называется «В России вырос спрос на работников старше 50 лет новости рынка труда». Это радует возрастных специалистов, у нас в центре много таких слушателей, выпускников, которые окончили, например, свою карьеру, какую-то военную, предположим, и сейчас переквалифицируются. Поэтому это усиляет надежду. Ну и также мы, конечно же, отмечаем на ваши вопросы. Если у вас вопросы, пишите в наш клуб, и мы обязательно, и наши коллеги, и я, и Светлана, и все мы с удовольствием ответим на ваши вопросы. И еще много интересного. Так что ссылка имеется, пожалуйста, приходите. Пятый факт. После окончания вы получите престижный диплом. Он называется диплом профессиональной переподготовки. О нем я говорила, и еще раз напомню, что у меня точно такой же диплом, только я оканчивала не здесь, у нас еще не было передипломной программы, о чем я очень, сожалею, хотела бы сама пройти такую. В другом вузе оканчивала, но он мне очень-очень помог. После того, как вы пройдете все курсы, вам будет предложена итоговая тестация. Во время занятия вы выполняете различные учебные проекты, что будет в вашем готовом подфолио при устройстве на работу. Также вы издаете онлайн-тестирование, и в результате итоговая тестация проходит точно так же в виде онлайн-тестирования. Поэтому, если по каждому курсу вы пройдете онлайн-тестирование, вы совершенно спокойно сможете пройти и аттестацию, итоговую аттестацию. В этих данном случае по статистике у нас, по-моему, не было еще ни одного HR-директора, который бы завалил это тестирование. Ну, то есть, мы постарались выставить так свои курсы, чтобы отработать все знания, умения, навыки, и к итоговому тестированию люди уже подготовлены приходят. Шестой факт. Доступ к записям и учебным материалам. Во время занятий очная группа мы делаем записи и предлагаем эти записи вашим личным кабинетам. заходите в личный кабинет на страницу группы. Допустим, вот у нас курс группы по HR-бизнес-партнерам. Она начнется у нас 28 мая. И здесь что мы видим? Мы видим материалы группы. Тут мы размещаем все необходимые материалы, которые вы стачиваете себе и потом с ними можете работать. Все презентации, рабочие тетради, дополнительные материалы все есть. И еще обратите внимание, красная кнопка записи. Вот зайдя по этой кнопке вы попадаете в проигрыватель, где все эти наши записи будут выложены. И вы сможете ими пользоваться в течение шести месяцев. Это здорово, потому что если нужно что-то повторить, вы всегда можете тоже к ним обратиться и пересмотреть шесть месяцев. У нас есть служба трудоустройства, и мы оказываем помощь в трудоустройстве. Мы проводим дни карьеры выпускников, также на нашем сайте все это можно увидеть. Есть вакансии и стажировки, которые мы выкладываем. И еще проводим бесплатный курс, который называется успешный поиск работы и трудоустройства, пошаговая инструкция, где мы рассказываем о том, как правильно составлять резюме, портфолио, сопроводительное письмо, как правильно отвечать на вопросы и изюминка этого курса заключается в том, что в конце для всех желающих я провожу онлайн демо-собеседование, такое краткое собеседование, и потом даю обратную связь. Поэтому, кто еще не проходил, но кому это интересно, можете зарегистрироваться. Следующий курс у нас, группа, запланирован на 19 июня, раз в 18 примерно, мы проходим вот такой курс ведем. Так, девятый, девятый факт, менторская поддержка. Что такое менторская поддержка? Вот если вы зайдите в дипломную программу и увидите, что здесь есть список курсов, перечень курсов, каждый курс ведет отдельно преподаватель. И вот преподаватель, ведущий этот курс, будет вам обязательно помогать и после окончания. Три бесплатные консультации вы можете получить, но с вопросами можете обращаться в любое время. Мы с большим удовольствием, я и мои коллеги вам помогут ответить на праве. И, наконец, девятый факт, тоже немало интересен, это про скидки. Вот всем по проходе и заканчивает дипломную программу, в течение шести месяцев наш центр предоставляет любые курсы возможность пройти в онлайн формате со скидкой 30%. То есть одна треть скидка, ну, это, по-моему, хороший скид. Из шесть месяцев вы можете у нас обучаться, пожалуйста, такой большой скидкой. Кроме того, оплатить дипломную программу можно в кредит и в рассрочку. Поэтому суммы там, конечно, не маленькие, хотя вот по рынку я смотрела, такая дипломная программа наша, она не самая дорогая, она очень такая бюджетная и в то же время очень качественная. Поэтому, ну, в любом случае, если нужно кредит или просрочку, она тоже предоставляет такие усилия. особенность нашей программы в том, что мы даем современные методики и инструменты. Программа содержит в себе 270 академических часов. Форматы обучения различные. Есть очные, когда вы приходите на занятия в группу и общаетесь очно с преподавателем и с сослуживанием. Дистанционные, когда вы подключаетесь по вот этой программе, GoToMeeting, который мы сейчас с вами. Очень заочная, один раз в неделю консультация, все остальное собственность. Открытое обучение, когда вы приходите в нашу аудиторию или из дома подключаетесь, прослушиваете видео, которое записано, видеозаписи, которые сделаны на очном, в очной группе и даете зачеты. Свободное обучение, оно полностью свободное, когда вы не привязаны к какой-то группе, то есть самостоятельно выбираете время и в течение месяца изучаете куры, даете экзамены и все. Корпоративное правило оплата работодатель индивидуальное, когда вы сами оплачиваете или работодатель оплачивает вам обучение у нас индивидуальное. У нас учебные классы очень хорошо оснащены. Кто у нас уже обучался, знает, что у нас есть прекрасные места и ноутбуки, есть и компьютеры. Те, кто обучается в формате свободного, открытого обучения, имеют рабочее место, состоящее из двух мониторов, с которыми очень удобно работать. У нас были слушатели даже, которые говорили, я бы, конечно, и в дом подключился, но у вас так удобно, два монитора, это просто прекрасно. Если нужно, третий подключен, если кому-то нужно. В общем, все условия. Престижный диплом и еще раз напоминаю, что мы придерживаемся законодательных актов различных, в том числе работаем на основе профессионального стандарта. Специалист по управлению персоналом, который был обновлен в 2022 году. Напоминаю, что для государственной службы, для государственных учреждений эти профстандарты, они являются обязательными, поэтому с точки зрения требований к квалификации директору, персоналу, профстандарты важны. Ну и, наконец, то, что мы обещали, внимание, подарок, промо-код на скидку. персонал, это ключевое слово. Мы предлагаем вам скидку 14 тысяч рублей, ее можно получить в течение нескольких дней, начиная с сегодняшнего дня и заканчивая вторым июня. Если вы успеете вот за эти три дня, четыре, получается, дня, оформить программу, то получите данную скидку только для участников нашего дня открытого дверей, дня открытой двери, в онлайн формате, при единовременной оплате, только для участников, и скидки не суммируются с другими скидками, если только для частных ведь, поэтому, Рене, вот вам ключевое слово, успевайте, записывайтесь, и мы всегда будем рады вас видеть. Итак, ваши вопросы, вот как я уложилась, у нас осталось время для вопросов, если вопросы есть, пожалуйста, пишите. Я благодарю вас за то, что вы были с нами, презентацию я выложу в личном кабинете, запись у вас тоже будет, будут возникать вопросы, пожалуйста, пишите, звоните, всегда с радостью вам ответим. На этом мы прощаемся с вами, всего доброго и до новых встреч. До новых встреч.